Особа Студио с 2002 года занималась исключительно поддержкой других игровых подразделений и своих проектов практически не разрабатывала. В копилку своих полноценных проектов они могли отнести разве что Fuel, вышедший в 2009 году, который продался не так хорошо, но критики хвалили его за открытый игровой мир. И вот, наконец, в 2017 году разработчики анонсируют свой полностью самостоятельный проект, говорит Павел Слонов. Это обзоры Plague Tale Innocence. Ты должен защитить его миссию. События разворачиваются в средневековой Франции образца 1348 года. Пока страна, как и большая часть Европы, страдает от воин и болезней, где-то в глубоких провинциях расположилась поместье семьи Дерунов. Эта аристократическая семья ведет спокойную размеренную жизнь, но как это и случается, лишь до определенного момента. Глава семьи вместе со своей 15-летней дочерью Амитсей, за которую нам и предстоит играть, и псом Леоном отправляются на охоту, где нас знакомят с несложным управлением. К сожалению, поездка заканчивается неудачно, и нам спешно предстоит возвращаться в родной дом. По прибытии нас направляют к матери, семейства Беатрис Дерунс, которая главной героиней увидится, приходится крайне редко, в силу того, что наш пятилетний брат Хьюго, или Гюго в русской локализации, крайне болен, и все время материал-химика уходит на его лечение. Но и до нее мы не успеваем добраться, так как на поместье нападает инквизиция, которой зачем-то понадобился Хьюго. Мать отдает нам брата на попечение и велит бежать, пока до нас не добрался Николай, правая рука верховного инквизитора Виталия. И Амитси предстоит пройти через экспресс курс взросления, при том факте, что она до этого ни разу не сталкивалась с действительно серьезными трудностями и научиться принимать самостоятельные решения. Также нам предстоит наблюдать за развитием отношений между братом и сестрой, которых разделила болезнь, но сплотили обстоятельства. В конечном итоге нашей основной задачей становится выяснить, почему инквизиция охотится за Хьюго и что можно с этим сделать. Конечно, не обойдется без шаблонных моментов повествованием, но поверьте, в игре довольно много сюжетных твистов разной степени крутости и предсказать их все будет довольно трудно. A Plague Tale представляет из себя классический стелс с уклонениями и отвлечением противников. Необходимо ловко маневрировать между патрулями и решать головоломки, связанные с окружением. В этом нам готов помочь младший брат. С ним необходимо ходить под рукой большую часть игры, что может показаться сильной абузой, тем более, если отойти от него на небольшое расстояние, он начнет паниковать и звать нас на помощь, что привлечет ненужное внимание. Но геймплейно его можно взять за руку, что отразится на скорости передвижения и не будет так сильно мешать. При этом есть моменты, где без него не обойтись, вроде узких окон в домах или забора, где наш маленький братишка может ловко проскользнуть и открыть нам проход. Так как мы играем за хрупкую девочку, нам предстоит постоянно прятаться, ибо враги не привыкли церемониться. В этом есть как плюсы, так и минусы. Быстрая смерть выглядит крайне правдоподобно в условиях постоянных войн из-за разных болезней, но как геймплейная особенность выглядит довольно странно. Каждая ситуация в игре имеет одно решение, добиться которого можно определенной последовательностью действий. Любое отклонение от нормы почти всегда ведет к смерти и загрузке на ближайшем чекпоинте. Для защиты у нас есть проща, с помощью которой можно убивать врагов, которые не позаботились о шлеме, но в большинстве случаев она помогает забросить специальные снаряды на большие расстояния. Да, помимо камней мы можем крафтить разные алхимические смеси из найденных материалов. Например, вещества, позволяющие разводить или тушить огонь в специальных местах, что позволяет реализовать различные тактические схемы, предусмотренные окружением. Но стоит особо отметить, что открытие новых алхимических комбинаций не углубляет геймплей, а скорее расширяет его. На пути к заветному финалу встретятся всего пару мест, где необходимо комбинировать различные игровые возможности, чтобы продвинуться дальше. При этом практически любую задачу можно решить с помощью обычного камня или средства для розжига. Несмотря на тот факт, что крысы являются основной особенностью игры, они появляются далеко не сразу. До них еще предстоит пройти добрую пару уровней. А вот после столкновения с этими роящимися грызунами, геймплей значительно меняется в сторону пространственных головоломок. Огонь становится твоим лучшим другом и постоянно приходится выискивать спасательные лучики света, которые отпугивают мелких бестий и мешают им цепиться нам в горло. Полчища крыс представляет из себя живую лавину, которая сметает все на своем пути и оставляет только маленькие островки спокойствия, защищенные ярким светом. Каждая встреча с ними это головоломка, для решения которой придется проявить внимательность и немного логики. Иногда достаточно просто разжечь костер, а иногда нужно использовать порощу, чтобы сбить люстры или подвешенные куски мяса, которые могут послужить отличной приманкой для большой стаи хвостатых. Как я уже упоминал выше, нам необходимо собирать различные материалы, разбросанные по уровням. Сбор ресурсов помимо крафта боеприпасов также необходим для улучшения снаряжения на специальных верстаках. Например, более вместительные сумки для снарядов и ингредиентов или модификация прощи. На поздних стадиях можно научиться стрелять по два снаряда сразу и даже сбивать шлемы с врагов, что позволит спокойно избавляться от надоевших супостатов. Для любого улучшения необходим набор инструментов, которые, как и прочие ресурсы, необходимо искать во время приключений. Чаще всего их можно найти непосредственно у верстака. Впоследствии можно улучшить сам пояс, добавив к нему эти самые инструменты, что позволит обходиться без них и даже без самого рабочего стола. И самый необъективный момент любого мнения – это аудиовизуальная часть. Она максимально субъективна, ведь каждый имеет свои вкусовые предпочтения. Кому-то нравится пиксель, а кто-то пытается стать человеком в Detroit Become Human. Все, кто смотрел трейлеры Black Tail сразу смогли заметить деревянность Unreal Engine. При всех грехах этого движка видно, что разработчики достаточно умело раскрыли его основные возможности, насколько это им позволял бюджет. Ведь с анонса разработчики акцентировали внимание на полчищах крыс. Их действительно много, а по заверениям разработчиков может отображаться до 5000 крыс одновременно. Каждая модель – это действительно отдельная единица, которая может доставить неудобств. А чтобы убить живого человека, достаточно всего парочки грызунов. Данные обстоятельства толкают нас на постоянное взаимодействие с источниками огня, которые очерчивают спасительный радиус света, распугивающий пушистую нечисть. Игра света и тени приятно дополняет картинку и помогает ориентироваться в темных замкнутых пространствах. В этот раз отдельно стоит отметить звуковое сопровождение с завтрашством Оливье де Ривьеры, который выложился на все стоп, подчеркивая состояние, которое в данный момент испытывают герои. Мелодичная лютня в моменты созерцания спокойных лесов, резкие аккорды в такте ударов грома и напряженные ритмы виолончели в моменты погони. Все играет на создание правдоподобной атмосферы, а когда враги подходят достаточно близко, сердцебиение учащается и ты сам начинаешь испытывать легкое напряжение. Игра произвела на меня крайне приятное впечатление. История отлично демонстрирует развитие детей как личности, способных принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Кардинальные перемены в их жизни призваны сплотить их и проверить на прошлой силу их убеждений. О Митце и с братом приходится узнавать мир вокруг себя через призму страха и страданий, которые оставляет после себя чума. Все взаимодействия главных героев сопровождаются актуальными диалогами и приятными анимациями. Это выражается во множестве мелочей, например, перемещение по лестнице осуществляется в паре, где сестра всегда ждет, пока маленький брат преодолеет препятствия. Ситуация главной реакции героев на них заставляет поверить в происходящее. Даже сбор гербария для Хьюго обставлен крайне мило. Казалось бы, скучнейшее занятие по сбору предметов. Но при этом брат, просидев много времени в заперти, много узнал из книг и готов рассказать нам о каждом цветке и параллельно украсить волосы сестры его бутоном, с которым мы сможем ходить до конца уровня. Мелочь, а приятно. Конечно, не обошлось и без клише. Ребенок тоскует по родителям и часто совершает глупые поступки, за которые нам придется расплачиваться. Несмотря на то, что под конец игра превращается из чистого стелса в кривоватый экшен, стоит отметить, что сама история грамотно сбалансирована. Быстрые моменты, такие как погони, сменяются спокойными исследовательскими прогулками, напоминающими классические бродилки. И когда думаешь, что игра вот-вот закончится, случаются клиффэнгеры, которые бросают нас в круговорот новых событий, а история все больше и больше закручивается и в конце выдает грандиозный, хоть и предсказуемый финал. Но от этого игра не становится хуже, приятен тот факт, что разработчики умело используют все элементы геймдизайна, не дают заскучать, моделируя новые интересные ситуации вплоть до конца игры. Это приключение напомнило мне Brothers и Tale of Two Sons, где также необходимо было управлять двумя братьями, чтобы найти лекарство для больного отца. Хоть там и была особенность в управлении двумя персонажами на двух стиках одного геймпада, можно было буквально прочувствовать взросление братьев в процессе их путешествия. С большим удовольствием рекомендую Plague Tale Innocence любителям душевных приключений и ставлю оценку хорошо. Игра заслуживает внимания, несмотря на оценник, который можно простить для такого дебюта особо студию. На этом пока все, как всегда не забываем играть в отличные игры, говорил Павел Слонов, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok